В эфире областного телеканала АЭС-ТВ информационная программа «Середина земли». В студии для вас работает Захар Семёнов. Здравствуйте! Вот о чём сегодня расскажем. Красноярские врачи будут получать премии за выявление онкологии. Мне бы в небо! Россия и Китай готовят авиаконструкторов для реализации проекта самолёта КР-929. Туризм на зло коронавирусу. В Москве начала работу 15-я международная выставка «Интурмаркет». Красноярские врачи будут получать премии за выявление онкологии. Деньгами собираются стимулировать каждого, кто обнаружит опухоль у пациента в ходе диспансеризации. Такое решение приняли в правительстве страны. Сколько именно будут доплачивать докторам и почему эта мера во многих случаях может помочь победить рак, расскажут корреспонденты Седьмого канала. Глядя на людей, никогда не догадаешься, что у них происходит проблема какая-то. Тем более, здесь есть люди, которые в ремиссии, а есть те, которые ещё продолжают лечение. Например, Нелли. И она вот стоит сзади вас сейчас с цветами. Вот, да, да. Я так рада, что ты приехала, дорогая моя. За каждым фото на этой выставке чья-то судьба. Всего 40 снимков. Они пугают и притягивают одновременно. Название экспозиции «Умение жить» – это о тех, кто столкнулся с диагнозом рак. Создание автор Татьяна Вишневская потратила почти три года. В 2017-м ей, как и героям с портретов вокруг, поставили онкологию. Замёрзла, просто начались боли в животе. Я начала сдавать анализы. И на УЗИ увидели опухоль 10 на 15 сантиметров. И всё началось, покрутилось. Я, конечно, я плакала, я боялась. Я своему мужу сказала, говорю, Паша, мне нужна поддержка, а не жалость. А тут, когда ты здоров, ведёшь активный образ жизни, когда у тебя в голове куча планов, и тебе раз так. И ты не готов, никто не готов. Работает звукооператором в краевой филармонии. В списке участников проекта люди самых разных профессий. Здесь есть и дизайнер интерьера, и врач-стоматолог, и даже инженер-строитель. Кто-то из них уже победил болезнь, а кто-то продолжает бороться прямо сейчас с четвёртой стадией. Только за прошлый год в крае зафиксировали почти 14 тысяч случаев злокачественных новообразований. Эта цифра растёт каждые 12 месяцев, в среднем на 3,5%. Чтобы стимулировать врачей выявлять онкологию как можно раньше, на прошлой неделе правительство страны решило, нужно им доплачивать. Каждый рентгенолог или, например, терапевт, который в короткий срок распознает признаки опасного заболевания, теперь будет получать премию примерно в тысячу рублей за каждого пациента. Выплачивать такие поощрения будут через фонд обязательного медицинского страхования. Наша главная задача для онкологов, чтобы пациент у нас появился как можно раньше, чтобы у него стадия была ранее. А для этого нужно даже не иметь симптомов, а просто выявить как случайную находку во время какого-то исследования. Вот за это надо бороться. В ходе диспансеризации, в ходе медицинского профилактического осмотра, в ходе какой-то настороженности врача. Специалисты рассказывают, подобная практика в нашем крае уже работала с 2013 по 2015 год. Власти региона ежегодно выделяли примерно по 7 миллионов рублей на поощрение медиков, которые рано на первой и второй стадии выявляли рак. Теперь деньги дает Федерация всего на премии врачам Красноярскому краю. В этом году Москва выделяет больше 30 миллионов рублей. Светлана Овсянникова, Павел Иваницкий, 7 канал. Вперед к новым высотам! Студенты авиационного института Москвы и Шанхайского транспортного университета получили дипломы. Это первая волна специалистов для совместного проекта Китая и России. Разработки широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета КР-929. С выпускниками встретилась и поговорила о планах моя коллега Евгения Стрыгина. Инженеры-авиаконструкторы готовы ко взлету. Прямо по курсу взрослая жизнь. Еще вчера они были студентами, а теперь выпускники с международными дипломами. Илья вспоминает, как быстро промчались два с половиной года магистратуры. Не все до конца еще осознали, что происходит, потому что у нас были каразащиты два дня подряд. И вот как раз после этого сразу церемонии. Было очень торжественно, радостно и очень гордо. Первые дипломы совместной программы Московского авиационного института и Шанхайского университета транспорта получили 52 студента. 29 из России и 23 из Китая. Специальность Анастасии – управление жизненным циклом изделия. Знания девушка планирует использовать в работе над проектом широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Я себя вижу как управление программой, то есть это непосредственно взаимодействие с командой проекта, со смежниками, также отслеживание сроков, создание, возможно, производственных планов на год, три, пять. Студенты еще во время учебы стажируются в компаниях-партнерах, работают с 3D-моделями и чертежами будущего лайнера, а после окончания магистратуры сразу же получают места в конструкторских бюро. Гражданское авиастроение сейчас представлено в основном крупными европейскими и американскими компаниями, такими как Airbus или Boeing. Пришло время Китая и России объединить технологии и занять достойное место на рынке. Учебное расписание Китая и Россия составляли вместе. Год студенты проводят в Москве, год в Шанхае. Занятия поделены на три блока – лекции, лабораторные работы и практика. Преподают люди, которые занимались в свое время проектированием двигателей и их паснокопроизводства. Как раз-таки на примере двигателей, в том числе и разных поколений, рассказывается, что менялось, почему менялось в такую сторону, чтобы не было ошибок, когда будут проектировать новые двигатели. Совместный китайский-российский самолет сможет перевозить около 300 человек на расстояние 12 тысяч километров. Россия отвечает за разработку крыла и механизации, а Китай – за фюзеляж и оперение. Тестировать элементы будут в специальной аэродинамической трубе. Модель подвешивают за стальные тросы и с помощью механизмов на пульте управления меняют угол наклона. Так проверяют нагрузки, которые способен выдержать самолет. С каждым годом программа совместной магистратуры расширяется. Ведь для успешной реализации проекта, по оценкам экспертов, нужно вырастить не меньше 5-6 тысяч инженеров. Каждый поток – это примерно 50-60 человек. Мы планируем открывать новые направления в рамках этой программы и хотим увеличить это число ежегодного выпуска до 80-100 человек. К летным испытаниям самолета приступят через 5 лет, а через 7 по плану начнутся первые поставки. Евгения Строгина, Павел Гузунов, CGTN, Москва. Не стоит поддаваться панике. К этому призывают участники международной выставки «Интурмаркет», которая стартовала в Москве, несмотря на опасения, связанные с коронавирусом. В павильоне Дагестана танцуют зажигательную лесгинку, ханты-мансийск угощает клюквой, а Ярославль – домашним вареньем. Узелок к узелку по редкой технике народов Севера. Мастера делают куклу из тканей и шишек. Точно такую же в старину бабушка дарила внучке. Оберег, символизирующий дом, удачу, достаток. Интерактивное знакомство с регионом куда лучше рекламных буклетов. Зачем рассказывать об истории, если можно прикоснуться к ней? Ханты-мансийск демонстрирует искусство древнее, а Алтайский край – современное, абстрактное. Каждый увидит что-то свое. Чисто интуитивно она должна вызывать ассоциации, связанные с природой Алтайского края. В картине угадываются очертания зеленых холмов, на вершинах которых играют лучи закатного солнца. Алтай в прошлом году посетили 2 миллиона туристов. И главное, что их туда привело, без сомнений, уникальная природа. На западе, ближе к границе с Казахстаном, у нас есть великолепные соленые озера, которые по концентрации соли не уступают водам, мертвого моря. Одна из самых красивых – Калининградская область. Претендует на звание еще и самой вкусной в особом меню. Колбаса из оленины, балтийские шпроты, а на десерт – марципан. Мы решили в этом году сделать новый тур, гастрономический, который называется «Рыба, мясо, марципан». В аэропорту 5 точек по продаже марципана, и все прибыльные. Удивительно, конечно, все приезжают и говорят, а где ваш марципан? Растет интерес к российской деревне – поклонников испечь хлеб своими руками и прокатиться верхом. А для детей разрабатывают отдельные познавательные маршруты. Например, проект «Живые уроки» – это визуализация школьной программы. Дети изучают в школе, потом путешествуют, это закрепляется. Только внутренние направления чувствуют себя стабильно в условиях, когда регулярные авиарейсы сокращают, а границы временно закрыты. У нас на прошлых длинных выходных весь юг России, Крым и Краснодарский край, Калининград, еще ряд направлений были на 100% все забронированы, поэтому люди ездят по стране, уверены, будут продолжать ездить. При этом на 60% из-за коронавируса сократились поездки россиян за рубеж. Въездной туризм упал на 30%. Долгосрочные прогнозы о том, кто, куда и как часто будет путешествовать в этом году, пока делать рано, но заранее, чтобы избежать спада, Ростуризм и профильные ведомства начали работать над мерами адресной поддержки операторов. К решению вопроса подключились также Минтранс и Росавиация. Эксперты верят, что отрасль со временем вернется к прежним показателям. Ситуация стабилизируется. К концу марта месяца восстанавливается часть перевозки в Китай. Отложенный спрос на Китай существует, как на страну с очень древней культурой и историей. Китай, а вместе с ним и десятки стран, представленные на выставке, уверены, туристический сезон в этот раз может и откладывается, но точно не будет отменен. Евгения Строгина, Павел Глазунов, CGTN, Москва. Известный российский нейропсихолог Андрей Цветков провел семинары в Улан-Удэ. Лекции прошли для врачей, педагогов и родителей детей-инвалидов. Причем бесплатно. Взамен он попросил собрать 500 мешков мусора. Еще осенью горожане вышли на субботник, чтобы российский специалист приехал в Улан-Удэ. Его советы, а также мнения педагогов и родителей далее. Родители нынешних поколений не умеют любить. Они умеют ребенка кормить, одевать, давать ему гаджеты. Но вот чтобы родитель шел с ребенком за руку и подстраивался под темп ребенка, это на самом деле гораздо сложнее, чем купить девочке Барби. Если нет хорошей беременности, то говорить о хороших родах или потом далее о нормативном развитии трудновато. Поэтому молодым мамам надо посоветовать беречь свое здоровье, проводить хорошо беременность, ну, соответственно, и потом заниматься ребенком. То есть он не вырастает тепличным просто фруктом, который сам по себе растет. Я как мама пришла с этим вопросом, как мне смотивировать моего ребенка. Он ответил на этот вопрос путем создания потребностей, хороших потребностей, альтруистические, эстетические. И, естественно, все это наше желание мы выражаем через что? Через наше тело. Я, например, делаю дома брошки. Это же развитие мелкоматорики, я могу вместе с дочерью сидеть, делать вместе брошки. Это же все влияет на наши точки. Вот такая коррекция. Это все новости к этому часу. В студии для вас работал Захар Семенов. Всего вам доброго и до встречи в эфире.